Почему люди сбегают из отношений и не хотят продолжать их строить? А давайте мы с вами опять будем разбираться, почему же так происходит в 99-99 случаях. Два человека, посмотрите картинку, да? Вот так, чтобы она у вас сошлась. Два противоположных конца города. Из одного конца выходит молодой человек, из другого конца выходит молодая девушка. И они движутся друг на друга, друг на друга, все верно. Это знаете, как раньше, когда я училась еще очень давно в школе, у нас такие там были всевозможные геометрические задачки, математические, где нужно было включать образное мышление. И вот они пока движутся, мы дадим каждому из этих персонажей определенное внутреннее такое назначение. У каждого из них имеется свой непростой в нашей стране проживание, опыты в семье в частности. И есть идеалистическая картинка того красивого принца и той красивой принцессы, которую бы очень хотелось встретить. Там есть определенные черты, определенные какие-то нюансы, которые, ну так, бередят душу. Одномоментно они идут навстречу друг другу. Допустим, есть у молодого человека убеждение, что блондинка с голубыми глазами, она очень милая, она очень приятная, нежная, замечательная, потрясающая, обаятельная, такая внимательная и очень любящая. Где-то то ли прочитал, то ли кто-то сказал, или в кинофильме, который он каком-то увидел. Такая фрагментарная, сюжетная, преривистая линия, дискретная такая. Девушка имеет тоже свой опыт. Она уже и в блондинку покрасилась. Мама ей уже рассказала, что она там почти мочалка, которую никто не возьмет, там и то, и сё. Но она маме не очень верит, по крайней мере, злится и говорит, я тебе докажу. Я от тебя все равно свалю, но об этом никто не слышит. Это внутренний её диалог. И уже она всё в себе сделала, всё, что могла, и на что средств хватило, какие были. И они движутся друг на друга. И вот этот пресловутый проспект или улица, они встречаются, и картинка фрагментарная сходится. Она увидела его вау, он увидел её, всё, влюбился. Моментальная такая история — это оно. И начинают соотношения. И вот с этого момента и пошла накопительная история схожести персонажей. Тот, который выдуманный, и тот, который настоящий. И как только на каком-то этапе, сейчас гиподинамия присутствует очень так, все быстро на третьи сутки, говорят, мы уже долго встречались, третий раз уже пошли спать. Что тут уже, это уже долго. Условно, на третий раз. Каким-то там определенным способом друг друга сподвигли, сделали вид, что не понимают, но так получилось, условно, влюблённость как-то там, страсть выгозыграла, да? Но у каждого в этот момент присутствует своё ожидание. Мужчина хочет стать молодой человек, хочет стать покорителем, и если вот сейчас случится, она пойдёт, тогда точно я вот такой мачо, и всё у меня тогда будет хорошо. Своё представление об отношениях. А девушка говорит, ну, если так, то я тогда хоть право-то иметь, буду что-то требовать, потому что тогда да, если спит, значит, любит. Произошла приятная интимная история, и каждый встаёт уже другим. Девушка уже начинает возмущаться, если он к концу дня ей не позвонил, и её возмущению нет предела. А молодой человек требует её подчинения, любви, потому что он герой вот этих вот диванных романов. И вот на этом моменте каждый из этих персонажей видит не очень приятную сторону друг друга. И ужас разочарования приводит в состояние эффекта. Девушка требует ответственных поступков, а молодой человек вообще не готов, потому что у него-то задачка была какая? Покорить женщину, девушку покорить. И пока это достаточно. Вот очень хорошо, вот я её покорил, теперь иди сюда, она пришла, легла. Теперь иди отсюда, она пошла, ушла. Потом он подумает, взять её, не взять там как-то, да? И вот это взять, не взять, девушку выводят из равновесия, и начинается истинное лицо, не её даже. А той пресловутой мамой, которая без конца пилила, что как-то вот ты не очень... кому-то нужна в этой жизни. И тогда первым сбегает, как правило, мужчина, потому что с мамой в лице девушки, из милой блондинки, с голубыми глазами, превращается в такой монстр, знаете, такой с претензиями, мешком и телегой. Молодой человек сбегает. Девушка поплакала, поплакала, переобулась в воздухе, опять глазки подкрасила, опять стала умней, стала умней. И сейчас пресловутое общение происходит о гарантии. Какие гарантии? А ты мне что-нибудь подари, а ты за мной ухаживай, а мне должно быть с тобой комфортно. И не потому, что она такая наглая, а потому что она не знает, как по-другому. А мужчина, в свою очередь, имея задачу быстрой победы и покорения как можно большего количества женских тел, начинает возмущаться, да вы такие, да вы сякие. И вот все друг от друга избегают. Но никто, услышьте меня, и подумайте, и вспомните, никто не захотел, ну, по крайней мере, без обмана поговорить. Никто, ни одна женщина, девушка не захотела сказать, ты знаешь, честно, не готова. Вот как-то я не готова. Во-первых, как-то очень быстро. Во-вторых, я тебя совсем не знаю. И вот эта искренность и честность обезоружила бы мужчину. И он бы немножко развернулся. Ну, а если задача достаточно конкретная и монументальная, список Форбса из расчета женских тел без конца пополнять, то тогда он бы гадость сказал и ушел бы. Но не было бы так больно. Когда вы честны, когда вы точно понимаете, чего хотите по жизни, то от вас не будут сбегать. А только будут сбегать те, позиция которых вас не устраивает. Не вы их, не они вас. И это просто называется расставание. А когда мы скрытно, когда мы так вот из-под тяжка хотим, чтобы вот этот молодой человек или эта молодая девушка была той героиней или тем героем из моего придуманного романа, никто не в курсе основной такой ключевой фактор, то, естественно, будут сбегать те, которые уже получили, которые уже отработали свой сценарий. Как только вы будете честны и никуда не будете торопиться, и мама в спину гнать не будет, это я сейчас девушкам. А мужчины должны что-то из себя представлять, и мнимость победы на протяжении трех дней это говорит о том, что достаточно серьезные стрессовые ситуации в профессиональной сфере присутствуют, и нужно сброситься, подмениться и как-то себя убаюкать, что я все-таки почти герой. Если этого происходить не будет, то отношения постепенно будут, как раньше говорили, стерпятся, слюбятся, притрутся, оботрутся, уголки острые обойдут и начнут развиваться. Следующая стадия, если чуть дальше пойти, так там вообще букет вылезет. Представлений, у меня вилочку мама клала вот справа, а ты кладешь слева. Это непорядок. И потом две мамы будут на кухне выяснять отношения еще какой-то период, почему ей нужно договариваться, почему нужно понимать, почему женщина мудрее должна быть, девушка мудрее. Есть вещи, с которыми нельзя соглашаться, это принципиальная позиция, а есть вещи, которые можно очень спокойно, ровно, ну как-то по-другому сделать и объяснить, почему так. И вот только с этого момента и будут начинаться настоящие отношения. Так что посмотрите со стороны на свои отношения, на свою жизнь. Кто чаще от кого сбегал и по какой причине. Субтитры создавал DimaTorzok